Здравствуйте, друзья! Продолжаем разбирать тему антимонопольных споров за 2019 год ТОП-7. Это второй спор, связан он с получением предварительного согласия на совершение сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Когда акционерное общество ходатайствовало перед Федеральной антимонопольной службой, как раз таки о получении вышеуказанного согласия на покупку долей. ФАС рассмотрела ходатайство и, естественно, отказала в его удовлетворении, обосновав это наличием у покупателя доминирующего положения на рынке инновационных полувагонов, а в результате совершения сделки его усилением. Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании решения ФАС незаконным. Заявитель указал, что ФАС неправильно определила товарный рынок, на котором осуществляет деятельность общества, в связи с чем пришла к ошибочному выводу о доминирующем положении покупателя и его усилении в результате совершения сделки. Арбитражный суд встал на сторону покупателя. В полном объеме и признал решение антимонопольной службы незаконным и отметил, что антимонопольный орган нарушил порядок определения продуктовых границ товарного рынка, что привело к ошибочному выделению инновационных полувагонов в качестве отдельного товарного рынка. Также ФАС нарушила правила определения географических границ товарного рынка, а это повлекло их необоснованное сужение до территории России. Антимонопольный орган в отношении покупателя применил иной показатель для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов, чем в отношении других участников. Поэтому состав участников рынка также не учитывает всех действующих на нем хозяйствующих субъектов. Апелляция и касация эти выводы поддержали. Ссылку на номер дела я оставлю в описании. Этот спор является крайне важным для операторов подвижного состава и правоприменительной практики в целом. Антимонопольная служба в последние годы уделяет особое внимание операторской деятельности и активно вмешивается в ее регулирование. При этом такое вмешательство не всегда обоснованное и соответствует требованиям законодательства. По мнению некоторых специалистов, суды сделали важные выводы. Все виды полувагонов, как инновационные, так и обычные, являются взаимозаменяемыми и относятся к единому товарному рынку. При этом суды косвенно подтвердили, что антимонопольный орган не может игнорировать предыдущее исследование. Для пересмотра границ товарного рынка должно быть доказано, что с момента проведения предыдущего анализа условий его функционирования, таковые должны были измениться настолько, что это позволило выделить новые продуктовые и географические границы. Такой подход судов будет препятствовать фаз в дроблении товарных рынков исключительно в целях установления доминирующего положения у отдельных хозяйствующих субъектов, которые не могут оказать решающего влияния на условия обращения товара. Выводы, которые мы можем сделать по итогам рассмотрения настоящего спора и подходов судов к его разрешению, Следующее. Когда антимонопольный орган не может разобраться в простой ситуации, как то, являются ли виды полувагонов взаимозаменяемыми или не являются, относятся они к единому товарному рынку или не относятся, И когда антимонопольный орган никак не учитывает условия функционирования товарных рынков, что позволяет в свою очередь выделять новые границы этих рынков, как продуктовые, так и географические, в направлении сужения таковых и дроблений товарных рынков, то это повод к обращению в суд. Поэтому подобная сделка должна быть одобрена со стороны ФАС, на что указали суды. Ввиду этого, также стоит отметить, что доминирующего положения на рынке у покупателя не было. А поскольку такого не было, то покупатель не мог оказать решающего влияния на условия обращения товара. Поэтому спор и приобрел такое значение и является ключевым для судебной практики в 2019 году. Поэтому, друзья, применяйте это на практике. В случае, если такие подобные споры будут возникать у вас, как владельца бизнеса, желаю удачи в этом и рекомендую к просмотру следующее видео, в котором я расскажу о третьем антимонопольном споре. Речь пойдет о том, когда ФАС возложила ответственность за рост цен на бензин в 2018 году на крупнейшего биржевого трейдера. Заподозрив его в картельном сговоре с другим ООО на биржевых торгах. Расскажу, чем закончился этот спор. Достаточно там все просто и нетривиально. Но по итогам 2019 года он также входит в топ-7 антимонопольных споров. Выйдет этот выпуск уже очень скоро. До новых встреч. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова